Агапе. Любовь и забота о детях-сиротах. Были мои воспитатели, и они, и их дети, они приходили в школу, и я подумал, ну, значит, наверное, есть родители у меня. Мне было довольно интересно, но то, что я не мог об этом узнать, ну, как бы оно усмирило, ну, нет так нет. Но однажды я всё-таки спросил у своей, скажем так, воспитательницы, она начала рассказывать историю, что меня нашёл работник милиции. Он стал для меня, он спас мою жизнь, это было в 91-м году. Мне стало интересно, что же это за человек, что спас мне жизнь. Разыскал потом родителей милиции, сказал, не нашли, поэтому решили прилепить имя Тима и фамилию дать в честь улицы, счастливой. Ну, я думаю, ситуация этого заставляла, что я остался живой, но всё равно душа была пустая. Печалило то, что нет братьев, сестёр. Я вот видел у некоторых воспитанников, детей-сирот, есть братья и сёстры, и они вот поддержкой друг друга пользуются. Я очень сильно увлёкся таким видом спорта, футбол, очень сильно. Мог напролёт дни проводить на футбольном поле, журналов про футбол читал очень много, очень много. Перечитывал, они у меня все под матрасом лежали. И так вот этим я заполнял свою душу. Время шло, по-настоящему этот футбол не мог дать мне успокоения души. Всё равно были вещи, которые меня угнетали, пугали. Нету родителей, нету братьев и сестёр, но я жив, и надо двигаться, и меня ждёт будущее. И какой оно будет, потому что я знал, что будет порог интерната, школы-интерната, надо будет выйти и что-то думать про свою жизнь. И как выжить, вот это уже было интересно. Я уже подошёл к 10 классу. Меня ещё больше испугало, когда в мире начался всемирный финансовый кризис. Ещё больше это напугало. Думаю, и так не знаешь, как выжить. А тут ещё и миру нелегко. Переломный момент, это было лето 2009 года. Я закончил школу-интернат, и надо было ещё провести лето в оздоровительном лагере, дальше в училище, и как дальше жизнь поведёт. Я приехал в этот лагерь и встретил своего знакомого друга, его звали Саша. Я его знал как занимающимся бодибилдингом. Он был такой интересный человек, с ним хорошо, он общительный, дружелюбный. И я с ним смог подружиться. Для меня это было чудно. Потому что тяжело было таким, как я, найти хороших друзей. Я с ним виделся летом 2008 года, он был один. И летом 2009 года он стал совсем другой. И был такой случай, обычный случай. Один парень ударил мячевым поворотом. Я говорю, красиво ударил. Ударил прям как этот, это мой кумир. И Саша стоит возле меня и говорит, в Библии написано, не сотвори себе кумира. Я так думаю, я где-то уже это слышал. Я с тобой не буду спорить. И думаю, ну почему он стал таким? Он и без Бога, и без его веры был неплохим парнем. Я понял, что мои ценности и его ценности нет ни в чего общего. Мы не можем даже долго поговорить вместе. А подошёл к нему и говорю, Саша. Я имел там другие цели, но я говорю, Саша, вот мне интересно, что это у тебя за вера такая? И он мне дал Новый Завет и говорит, почитай Евангелие от Иоанна вечером, ты поймёшь. Вечером я смог прочитать так, что это повлияло на моё сердце. И ночью, я помню, лежу и говорю, Господи, я не знаю своего будущего, что со мной будет. Но я знаю, что ты можешь меня повести дальше далеко. На следующий день я встретился с Сашей, я подошёл к нему, и говорит, ну что, почитал? Я говорю, да, почитал. Говорит, ну а ты хочешь покаяться? Я говорю, хочу покаяться. Я покаялся молитвой грешника. И мы договорились каждый день в том же лагере, каждый день в 11 часов собираться, читать Библию, молиться, рассуждать. У меня был такой случай, что моя церковь была не каждое воскресенье, а каждый день, и нас было только двое. И это было в разбитом кинотеатре, Евангельское собрание, я увидел после того покаяния где-то через три месяца. Но потом надо было разъехаться с этого лагеря. Я всё-таки был с одного интерната, Молочанского, а он был из города Батька Махна, Гулеполе, это в Запорожской области. И время шло дальше, я приехал в училище в селе Осипенко. Этот же Саша тоже туда приехал, то есть мы расстались где-то на неделю максимум. Он меня познакомил с одним хорошим человеком, его зовут Андрей, фамилия Бабенко. Потом однажды Андрей пригласил меня прийти на праздник Жатвы в поместной церкви в селе Осипенко. Я пришёл, это было моё первое евангельское собрание, которое я увидел. Меня так всё удивило, все общаются о Боге, поют о Боге, благодарят Бога за урожай, так всё интересно. Всё, в общем, всё сосредоточено на Боге, меня это привлекло. И вот на одном из очередных собраний, которые он проводил, он подошёл ко мне и говорит, «Дима, и со мной был ещё один мой друг, его звали Тимофей. И он говорит, «Вы не хотите жить с нами, в нашей семье? Мы хотим вас себе забрать». И я понял, что этими словами Бог заинтересован не только, чтобы я к Нему ушёл, как смогу. Такими словами я понял, что это Божий жест, что Он вышел ко мне навстречу. В Библии написано «Бог отец, сирот и вдов». Я вот размышлял, почему Он ихний отец? Почему вот Он так взялся за это? Потому что Он понимает, что грех, который человек полюбил, Он убивает человека. Но сироты, они не виноваты в этом. Поэтому они под личной опекой Бога. Люди-наркоманы, алкоголики, они сделали свой выбор сами. Сироты свой выбор не делали. Такая их судьба. И поэтому Бог их оградил своей любовью и заботой. И это было, я чувствовал на себе это. Мы там жили, я почувствовал, что у меня есть мой угол, где я могу пригреться, моя душа может успокоиться. Я видел, что Андрей, он поощряет на то, чтобы мы прежде всего не только чувствовали, ну не были не только потребителями, но чтобы мы были и служители, чтобы мы учились служить Богу, расширяли его царство. И как-то Андрей, он меня отправил с этим же Сашей. Надо, чтобы вы попробовали теперь себя в сфере служения. Езжайте-ка в Херсон и помогайте там, тамошним братьям в служении волонтерами будете. Помогать будете служить сиротам. Этим случаем я понял, что Бог, Он может меня употреблять в служении. И прошло время, и однажды летом как-то я говорил с Сашей Федоровичем о том, как двигаться дальше. И мы как-то заговорили за Киевский библейский институт. Это был 2014 год. И я говорю, хочу попробовать поступить туда. Говорит, ну давай, попробуй. Я тебя поддержу, что там надо, кому что сказать. У него хорошие связи. Дело в том, что и финансово будем поддерживать тебя. Я начал переживать, молиться целое лето. Это было такое, ну, это поступить в КБИ, сколько всего, процесс какой надо. Это же надо, справка медицинская У-86. Много всего надо, и это куча проблем. Одна моя знакомая неверующая женщина говорила, что тебе понадобится как минимум 2 недели. Это надо, чтобы все было. И нужно будет финансово. Но это все получилось за один день. Почему я это рассказываю? Потому что это было божье чудо. В пятницу, в последний день, когда это было возможно, то, что за 2 недели ни копейки не заплатил, и прошел за один день эту справку, я пошел, начал учиться в библейском институте. В библейском институте научили слаживать красиво, о главном проповедь, делиться с людьми. Я помню, когда я еще учился в Молочанске, я думал, что максимум, ну, куда-то я вырвусь, не знаю. Но потом я, учась в КБИ, вспоминал, что я с какого-то городишка, Молочанской, Запорожской области, и так вот Бог меня вывел. Уже я третий год доучилась, и я верю, что, ну, Бог поведет дальше где-то служить. Самое главное, что я понял в КБИ, это можно знать кучу богословских предметов, можно знать о реформации много чего, написать диссертацию. Но если не ма в сердце обычной любви, то это все безнадежно. С таким сердцем можно будет служить людям, и люди будут чувствовать тепло. Какая тебе разница, как о тебе будут вспоминать после того, если ты уйдешь, если вдруг тебя не встанет, будут о тебе говорить хорошего или плохого. Ты уже об этом не будешь знать. Но ты можешь каждый день жить, служить и все делать для того, чтобы просто вот собирать награду в небесах. Да, ты будешь чувствовать проигрыши. Некоторые люди будут использовать тебя. И это факт, и я уже с этим встречался. Ты будешь чувствовать, ты будешь огорчен. Но если ты будешь все равно иметь к людям любовь, поэтому я вот усвоил для себя такую важную вещь. Знание — это хорошо, но любого сердца нельзя потерять. Ее надо развивать. Служителями Сиагапе, они научились жить для сирот. Например, я с некоторыми служителями общался, они рассказывали, что бывало такое, что надо было идти на жертву. Или я сегодня проведу урок с детьми, или что-то другое, дрова себе на зиму заготовлю. Но жертва — это всегда важно. Поэтому я понял для себя, что всегда надо иметь любовь к сердцу, идти на уступки людям. И я знаю, что люди могут это попрать, не оценить, но Бог это оценит, и за все это будет награда в небесах. И я надеюсь, я хочу пробовать свои силы в Черкасской области. Один брат пригласил, может быть, на протяжении двух лет, попробовать себя в служении там. И у меня в сердце горит такая мечта, желание. Я не знаю, как это будет, но я бы хотел, когда у меня будет семья, я бы хотел, чтобы в моем доме жили, может быть, один-два ребенка-сирот. Как Бог мне когда-то помог. Вот я бы хотел тоже помочь, просто поднять таких детей, как своих детей, и помочь им в жизни. Есть такое желание, которое лично у меня зародилось в сердце. Поэтому я верю, что Бог благословит, поведет. Бог уже некоторые вещи лично открывал мне, как Он хочет, чтобы я двигался дальше. Пускай Бог благословит, пускай Бог поможет и мне, и всем сиротам, которые еще в интернатах, которые сейчас в центрах миссии Агапы. Самое главное, вот эти две вещи, не терять Божью любовь из сердца, вот это самое главное. И все делать возможное для того, чтобы вот найти Божью волю, коли в жизни своей, и идти по ней. Чтобы Богу не приходилось потом другими путями выводить на эту волю. Пусть Бог благословит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова